привет интернет это выживатор и я продолжаю выживать в игре insomnia the ark мы добрались до гнезда стервятника геттеры уже начали обслуживать нашу наш броневичок миленький я не вижу пока нашего нашего начальника тут у них и радио эти это вот как это какое-то крыло от машины видимо что на этом изображение это меч какой-то есть контейнеры радио книги надеюсь они их читают вау какая роскошная тачка таких еще не видел наверное на ней кто-то очень крутой ездит так ну давай поздно познакомимся с этим человеком его зовут 400 чего мнешься новенький живо на отчет капитану рибелью поднимись на лифте а затем пройди прямо по мосту в холле свернив правой двери его кабинет в углу так точно у меня есть пара вопросов прайм сержант а ты по адресу малыш я обожаю возиться с новичками можешь заваливать меня своими вопросами а я постараюсь делать вид что мне интересно где я могу купить вещи заглянив к секонд лейтенанту саншо он наш интендант только не разговаривай с ним по о политике помни я предупреждал секонд лейтенантом не говорить о политике лады где я могу найти капитана рибеля командир обычно у себя в кабинете бумажную работу в нашем деле еще никто не отменял поднимись на лифте затем пройди прямо по мосту а в холле сверни в правой двери его кабинет в углу здесь можно подкрепиться столовой дежурить очаровательная женщина она навалит тебе столько омовой каши что этим количеством можно будет заполнить ржавую арену если ты приплатишь глядишь перепадет что-то нормальное поговорим о чем-нибудь на другом вы знаете что-нибудь о произошедшем в урбе ты а неудачный пижамной вечеринке в лимбе клянусь дельта модулем генерала азера я давней давненько я не слыхал о такой бой не ты ведь знаешь каким был ответ правительство на теракт ближний радиус лишили продовольственных поставок черт возьми да это самое идиотское решение такой ситуации в принципе да потому что там начнется голод бандитизм сразу и еще больше насилия кто взял ответственность за произошедшее следствие указывает на группировку народный гнев очередную шайку который не угодил строй но если спрашивать о причинах взрыва у меня я бы обратил больше внимания на состояние проводки мы летим на чертовски немолодом агрегате мне пора правил сержант спасибо вам с этими ребятами поговорить нельзя и даже нельзя забрать их костюм к сожалению что ж вызываем лифт а эта дверь открывается похоже что нет а лифт уже едет вот эта дверь напоминает биошок много так но прежде чем я уйду я хочу сделать скриншот этого места замечательного и вот это а с ним уже поговорить смотри-ка будь здоров новенький да ты не переживай здесь все свои я дит меня зовут элиот ну будем знакомы в случае чего обращайся могу достать для тебя кое-какие детали и инструменты что у тебя есть на продажу так это что неприлично старый компьютер знаешь что я думаю стоит наверно продать что кое-что лишнее например наверно мне не нужна одежда пациента я не знаю тем более что все это весит весит занимает пространство надеюсь что никому не пригодится потом моя одежда что насчет брони брони можно по хорошей цене продать деньги у него есть надеюсь что крестов не будет по ним потом я нашел старый гаом бургер регенерация голод он хорошо кстати утоляет голод но при этом снижает регенерацию это бургер из ом и позволяет совместить неприятное с бесполезным понятно оружейные детали ну наверно для крафта нужно я пожалуй пока не буду продавать эту семерочку наверно пишется фиг знает может пригодится мне радиоприемник мне наверно не нужен но его можно разобрать на детали ладно так продаю больше пока вроде бы ничего продать нужно объединю еду здесь нужна кнопка сортировки потому что вручную это довольно тяжко сортировать тяжко и нудно ладно что тут у него еще у меня оружие стреляет 792 патронами вот здесь непонятно что это за гильзы да здесь похоже но вот что это такое я не понимаю это как будто бы их наверно кам комплекта из них еще надо сделать наверно эти пули отмычки сколько стоит 2 180 ну давай возьму одну я просто еще не знаю смогу ли я их использовать на самом деле я могу задать тебе пару вопросов само собой валяй расскажи мне об этом месте я служу в гнезде уже два года здесь куда меньше идиотских формальности чем на военной базе лишних людей не бывает так что если ты в гнезде на то есть сельская причина как-то сюда попал получила распределение как же еще тогда я был этому рад уж больно хотелось понюхать пороха как по мне охранять мемориалы еще хуже чем возиться с бумажками не расскажешь о себе знаешь мне и рассказывает особо нечего вылез из пробирки испортил десяток лет жизни воспитателем и инструктором окончил высшую школу ордината пару раз выспался в лимбе и вот он я здесь все тесты хором твердили что я должен заниматься военным делом но положа руку на сердце муштра годится только для молодняка с годами боевого пыла становится поменьше и хочется заниматься чем-то конструктивным я стараюсь больше времени проводить в гараже вожусь со старинными автомобилями а недавно устроил так чтобы сюда отправили списанный бронекостюм вот он в углу красавец теперь это мой маленький проект как продвигается твой проект имею ввиду бронекостюм как тебе сказать на самом деле есть пара проблем в общем жить вот жизнь у этого бронекостюма была довольно насыщенной кто-то уже пытался его починить но видимо быстро опустил руки это старая модель кразер а сейчас уже давно используются гароны или химеры самая большая проблема в этих машинах достать батарею питания как правило они находятся на строгом учете можете я смогу чем-то помочь что ж было бы неплохо что касается батареи здесь нужно либо прогуляться по заброшенным зонам либо на военной базе есть главный механик баксмер тот еще плут но свое дело знает он наверняка в курсе как раздобыть такую батарею конечно есть пара моментов система охлаждения пулемет но главное оживить машину а что с системой охлаждения оригинальной уже никак никуда не годится но в гараже есть все чтобы собрать новую у меня осталась схема охлаждения как будет время посмотрим хорошо давай ее сюда что там с пулеметом чертеж схема охлаждения надо бы его перебрать постоянно клинит но в их починки я честно говоря не силен может быть у тебя получится он валяется рядом с самим бронекостюм если разберешься совсем то куда им не знать ладно попробуем поднять к разер на ноги но ты же не веришь да что мне прям сразу его дадут до отремонтировать для того чтобы его наладить мне нужен навык механика 3 знает может быть его можно прокачать конечно так я только что купил отмышку а тут целый целый ворох и молоток для ближнего боя неплохо не меч конечно зато бронебойность хорошая берем это распространенный инструмент который использует для сбивания чего-либо во что-нибудь инструментом именно такой модели было совершено убийство ротминстра ротминстра дорана положивший начало восстанию геттеров сам убийца очень тепло отзывался о его свойствах и здесь фантазия отнюдь не ограничивается слесарным ремеслом манипулятор ремонтного робота rg-200 не годится для эксплуатации но его еще можно разобрать на цены это ну ладно раз уж он не все таки поручил задание то я думаю что он не будет возражать если я немного тут посмотрю порой вау да тут целый клад блин хорошие самодельные пули простые оружейные детали ясно все берем как взять все сразу никак чайник из нержавеющей стали из и вставок из омовой вулканизированной смолы обладает большим весом в связи с чем плохо подходит на роль походного котелка однако подобная посуда настоящая находка для мусорщиков свалки которые создают из нее кустарные доспехи вау интерес прикольно так тут работать ремонтные роботы а я сейчас попробую сверстаком немного повозиться может быть что-то получится я могу положить оружейные детали нет как это использовать вообще может быть я могу свою винтовку наладить смд патрона ага я могу создать самодельные пули что ли подожди из оружейных деталей непонятно ну да попробуем окей патроны не делать не могу потому что мне нет самодельных гильз вот если бы были я бы мог много сделать попробую купить но я не видел что-то таких так самодельные гильзы у него отсутствует ну ладно зато ему хотя бы наверное могу продать все лишнее фиг знает могу ли я что-то скрафтить из этого наверно могу мог бы конечно но не уверен сейчас у меня во всяком случае нет рецептов поэтому наверное стоит просто продать и объединю деньги непонятно почему они вообще в разные в разные стопочки складываются так ладно пойдем правильно сделал что не стал уезжать сразу а это что это какие-то капсулы с людьми из рассказывается видимо что из этих дельта с сон это твой билет в будущее написано понятно опять глюки явно признаки этой болезни мне молодая женщина окидывает вас не смешливым взглядом она смешно пардон ты здесь недавно давно добро пожаловать в нашу дыру можешь не рассчитывать на спокойную жизнь я рад знакомству не скажешь что есть к чему приготовься к тому что тебя сразу отправят в горячую точку время сейчас такое так что я бы на твоем месте постаралась как следует выспаться как насчет того чтобы немного поболтать так себе идея если честно но раз уж ты настаиваешь валяй и расскажешь себе вряд ли кому-то интересно слушать как я выросла в холодной стерильной столице о том как я скучала в стенах академии и попала сюда тоже так что не будем барашить мое прошлое неужели рассказать совсем нечем как там говорят языком чешут те у кого не работает все остальное поговорим о другом ну что еще не парайте на тот еще диалог как интересно такие эффекты окно создает явно искаженное стекло может бронет стекло так с тобой я не могу разговаривать обычный солдат да наверное хорошо потому что уже немножко хочется экшена немножко устал уже от диалогов так 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 опять приступ тут дофига всего просто вообще гигантские территории и слава богу что это хотя бы не открытый мир потому что ну мир довольно большой но он не абсолютно открытый и у меня есть все таки возможность его изучать постепенно потому что в противном случае я бы тут заблудился бы вообще много тут всего я могу перейти на глобальную карту зачем-то так 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 слушай что такое интересно вот сейчас даже не знаешь это ты глючишь или проблемы какие-то проблемы какие-то у нас возникают с магнитным полем туда похоже уйти нельзя если хочешь идти то сразу надо переходить на глобальную карту но это норм нормально неловко опираясь на хромую ногу молодая женщина что-то говорит в сторону как же достала все это дерьмо ну чего смотришь видишь я не в настроении не раскисай меня тоже как-то задело на передовую это было если не заметил именно егерская реплика да ну ты же вроде бы только что прибыл из урба боевая практика по всему ближнему радиусу успел познакомиться как с нравами местных так и с клыками всякого зверя а ты я смотрю не промах погляди что мне удалось выторговать у санша новая серия патронов калибра 792 хочешь отсыплю бери бери это бронебойные малютки ну что ж повезло 15 патронов да то есть отлично что я использовал именно этот вариант диалога он именно егерской я играю за егеря такой стрелок солдат хмуро оглядываясь чешет затылок понятно почему у нас подъем в такую рань в такое время хочется только убивать кстати об убийствах что тебе известно о недавнем инциденте до хрен его разберет наверняка не все так просто как говорят газеты то ли комитет точит зуб на ордена то ли наоборот и и еще что стряслось постой ты же только что оттуда верно да взрыв не дал мне досмотреть отличный дельта сон юнитор смотрит на вас несколько торопела что ты был в лимбе во время взрыва там же говорят все повываю там же говорят все повывали вались из дельта модулей в припадках а в себя так и не пришли да уж было горячо но мне удалось выкарабкаться вот дела ну и как ты себя чувствуешь после такого признаться я до сих пор сами свой и до них бросает на вас осторожный холодный взгляд ты ладно забудь довольно был там за подозрил наверно наверное но всем надо говорить все таки что все хорошо саншо судя потому что и интендант скручивает уже наверное десятую самокрутку мысли его заняты вовсе не вопросами снабжения ты заходи не стесняйся по делу или просто поболтать мне нужно кое-что и снаряжение армейский шлем вау 3000 блин да откуда такие деньги револьвер 3 800 урон ну не такой уж чтобы но по крайней мере полная защита от заклинивания пистолет-баркер давай почитаем мне интересным семизарядный хромированный баркер под 9 миллиметровый патрон компактное и стабильное это оружие не отличается ни мощностью ни точностью обычно солдаты ордината использовать его как дополнительное оружие стандартный армейский револьвер калибра 10 миллиметров крайне надежное и мощное оружие выстрел стандартным боеприпасом способен пробить армейский бронежилет среди минусов револьвера низкая скорострельность и сильная отдача бойцу придется пройти немало тренировок прежде чем он совладает с этим оружием шоссы тингмастера дорогие дорогие но зато повышает взрывчатку и ремонт навыки как бы помогают ну наверное удобнее заниматься такими вещами в этих штанах поэтому так получается патроны 18 миллиметров но это непонятно зачем и 9 миллиметровые вы здесь бы еще хотелось бы чтобы было написано какой тип патроны чтобы вот здесь вот не выискивать что я могу ему продать вилку ну даже не знаю может быть я не знаю есть ли смысл продавать чай цена конечно не нормальная но может быть броню я смогу сделать например из нее как обстановка стабильно непредсказуемая здесь уже давно воздух какой какой-то наэлектризованный все ждем чего-то и никак не дождемся думаете скоро будет жарко я прожил не один год в этой клаги и меня не покидают ощущение будто все происходящее уже давно запланировано о чем не иначе как совет автономии решил пожертвовать тысячами чтобы отвлечь внимание от чего-то поважнее хотя может это спасет сотни тысяч кто знает каких только теорий не услышишь хочешь ехать хочешь нет но помни юнитор береженого нож бережет что вы можете рассказать о сослуживших сах команда у нас здесь на удивление славная когда я служил в урби приходилось постоянно держать ухо востро из-за крыс которые метят в комитетчики здесь все намного лучше с одной стороны никто не отлынивает с другой обходимся без нелепых инициатив командир блокпоста капитан рибель мужик что надо он бывший стервятник с таким не пропадешь непонятно что он делает в этой дыре но у нас как-то не принято сова совать нос в чужие дела помощник рибеля прайм-сержант 400 человек непростой поменьше его слушай он любит наплесить чего-нибудь новичкам однажды приходила комитетская проверка так он отправил к ним одного новобранца с отчетом для комиссара сковороды парень чуть на галпахту нет не угодил и да чуть не забыл в столовой у нас обитает настоящий ночной кошмар не советую соваться туда без огнемета надо же а я где-то слышал кстати звуки какие-то странные были дар сайт сутулый солдат с чересчур тонкими для военного чертами лица раздражением ковыряет экзему на руке вот дерьмо так и даже это кончится хрена в ближний радиус из бесполезно пытаться отмыться что тебе разве похоже что я хочу поболтать насколько я понимаю ты прибыл в гнездо на том же транспортнике что и я до меня перевезли перевели сюда с границы расскажи как тебе служба на границе как служба говоришь сапоги постоянно в сырой жиже из-за креомных спор приходится носить противогаз не снимая отлаженности вечно не можешь согреться что не день перестрелка кто только не заходил поздороваться с той стороны границы юнитор демонстрирует кисть правой руки вы замечаете что на указательном пальце не достает верхней по фаланги как тебе такое а ведь я до того всадил дергуна полобоймы нет меня хватит дергуна мы так деформатов называю деформантов ты небось их и не видел живую есть мелкие доходяги таких даже жалко отстреливать а есть здоровенные одному с таким не справиться ты не в курсе что происходит в секторе за последнее время я поучаствовал уже в трех карательных операций смешно но я даже не пань даже понимаю всех этих радикалов ты посмотри вокруг здесь же невозможно жить эти люди всегда будут бунтовать но боюсь в этот раз они перешли черту ну конечно их лишили еды я так понимаю есть что у нас интересно вроде бы ничего нет сигнала что-то пикает тут но это на какой-то на какую-то операционную похоже и все забаррикадировано ну ладно а где же это я слышу слышал звуки воде что ли так а не есть шкафчик это здорово в этот шкафчик я могу положить какие-то вещи да ты слышал слышал кто-то рычит без огнемета говорит не занесусь это на а и надо выложить оружие продавать я его не хочу думаю возможно его можно будет починить хотелось бы чтобы предметы объединялись все таки патч было бы намного удобно скорее всего вон там у нас может ну ладно знаю что мы сделаем мне очень интересно посмотреть на монстра но я не знаю где он следующем видео я попробую все таки пробраться и посмотреть на него не будем с ним сражаться потому что у нас нет огнемета но попробуем я думаю его найти хотя бы одним глазком посмотреть это что-то крупное раз все так боятся его и немного странно что они не занялись им сразу же но возможно она убивается только огнеметом кто знает ладно на этом у меня все можете ставить лайк подписываться на канал и куратора steam и до встречи в следующем видео пока